Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, мадам, видел Что, на небе? Где же еще, конечно, на небе Что там есть и этот дракон? Есть, а почему меня, спрашиваете, вы его спросите Он лучше знает Он мне их и показал, ведь он астроном Астроном? Да А знаете, что он мне сейчас сказал? Что? Он мне сказал, что он открыл новую звезду Наверное, открыл А почему бы ему не открыть? Разве я не написал симфонию? Вы? Симфонию? Я Я ведь говорил, он композитор Да, симфония в четырех частях Аллегро, Анданте, Скерце и... И снова Аллегро Ударя, пошли Спокойной ночи Куда? К тебе Я переночую у тебя Почему? Расскажу по дороге А мадам? А мадам, она останется здесь Почему? Ну, потому что ей негде спать Слушай, а кто она такая? А этого я и сам не знаю Послушай, дружище, ты меня совсем сбил с толку Пойдем, я тебе все расскажу по дороге Уходите? Почему вы уходите? Уже поздно Да, мадам, увы, уже поздно Не хочу оставаться одна Почему вы торопитесь? Ну, потому что вам необходимо выспаться Вам надо спать Да ничего подобного Вовсе не хочу спать Господин Ударь Да? Будьте так любезны Да Ну, расскажите мне, пожалуйста, вашей симфонию А она красивая? Пусть все он скажет А разве он ее знает? Да, я ему исполня Как? Голосом Ну? Если он начнет ее исполнять Нам уже никогда не уснуть Она длинная Симфония в четырех часах Аллегра, Антон, Тескерч И снова Аллегра Ударь, пошли, а? Подожди, дружище Разве ты не видишь, что мадам Интересуется музыкой? А разве она никогда не исполнялась? Нет, пока нет Почему? Они не дают Кто? Все городские власти Это гимназия Мадемуазель Ку-ку Ударь, уже поздно Подожди, дружище Мадам Да? Вы знаете, я хотел, чтобы мою симфонию Исполнил наш оркестр У вас есть оркестр? Нет, пока нет Ну, много ли нужно? Скрипки, велончели, виолы, контрабас Все это у нас найдется Потом эти самые ударные инструменты И духовые можно одолжить пожарнику Но они не дают Вот именно, они не хотят Но даже если бы они и согласились Все равно этого недостаточно Почему? А потому что у меня нет Английского рожка А без рожка нельзя? Что вы, боже упаси, мадам Рожок это самое главное Я вам сейчас все объясню Ударь, ну уже поздно Оставь меня в покое, дружище Вы понимаете До скерца еще куда не шло Но после Без рожка я погиб Ну вот, судите сами, мадам Значит, вначале вступают духовые Потом вступают скрипки А потом вступает рожок До этого вступают духовые Прям-пам-пам-пам-пам Прям-пам-пам-пам-пам Прям-пам-пам-пам-пам-пам Прям-пам-пам-пам-пам 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 Прям-пам-пам-пам-пам-пам КОНЕЦ КОНЕЦ Как это красиво! Правда, это красиво. Что толку, когда у меня нет английского рожка? А нельзя его заменить каким-нибудь другим инструментом? Ни в коем случае, мадам. Лучше совсем не надо. Вы знаете, я готов ждать сто лет, но без рожка исполнять не стану. Да, не надо. А может быть, его можно купить? Ну, купить, конечно, можно в Бухаресте, но стоит дорого, 30 тысяч. 30 тысяч? Вы знаете, я отложил из своего жалования 4,5 тысячи лень. Ну, конечно, до 30 тысяч очень далеко. Я даже пустил подписной лист. Вот он, Удря! Ну что ты, дружище, я хочу мадам только показать. Подписной лист на приобретение английского рожка для исполнения первой симфонии ми-пи-моль-мажор. Маэстро Радо Удря. А много уже подписалось, господин Удря? Пока только один. А кто? Он. Вы? Да. Господин Удря, я бы тоже подписалась, но у меня ничего нет. Ну что вы, мадам, что вы? Ну как вы могли подумать? Я же хотел вам только показать. Ну вот видишь? Ну ты же знаешь, где я только не был. Кого я только не просил. Я стал посмешищем всего города. Говорят, сумасшедший. И вы тоже? И он тоже. То есть как это я тоже? Это я тебе потом объясню, а теперь пойдем. У нас завтра уроки. Ты хочешь опоздать? Ты хочешь нарваться на мадемуазель Ку-ку? Нет. Этого я не хочу. Тогда пошли уже поздно. Да, наверное, уже поздно, мадам. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А вы меня покидаете? Да. Что поделаешь, мадам? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну ладно. Еще раз извините меня. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А книгу вы уносите? Да. Хочу полистать на сон грядущий. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что случилось? Мышонок! Вон он, вон там бегает. Удри, иди вперед, я тебя догоню, хорошо? Хорошо? Ничего не понимаю. Спокойной ночи, мадам. Что вы хотите? Я не хочу, чтобы вы уходили, не показав мимо вашей звезды. Я хотел, но вы испугались. Но вы говорили с такой страстью, что я... Простите. Со мной это бывает иногда. Да. Редко, но бывает. Как красиво! Боже мой! А что, вы никогда не смотрите на небо? Нет. Нет, то есть я смотрю иногда, не собирается ли дождь. Надо же мне знать, как одеться. Какие туфли. Нет, ну а... На звезды. Вы на звезды смотрите? Вы их видите? Нет. У меня нет времени. Я очень занята. Занята? А чем? Ой, не спрашивайте. Не продохнуть. Ни одного свободного дня. А, понимаю. А вечерами? Ой, вечерами. Совсем опомнится некогда. Это же ужасно. Что же у вас за жизнь, если у вас даже нет времени посмотреть на Большую Медведицу? Ну, посмотрите, вон она. Налево. Видите семь звезд? Похоже на Медведицу с протянутыми вперед лапами. Или, примитивно говоря, на ковш. Но если считать все те звезды, которые считали в древности, то все-таки Медведица. Вы говорите, в ней семь звезд, четыре и три? Да. Действительно, четыре и три. Какие они яркие. Какие белые-белые. Они не белые. Нет? Первая красная, вторая и третья белые, четвертая желтая, пятая, пятая, шестая белая, а вон седьмая голубая. Откуда вы знаете? Ну, а как же мне не знать? А вы все знаете? Ну, всего знать никто не может. А вон ту звезду вы знаете? Где? Какую? Вон ту маленькую такую, над большой Медведицей. Рядом за бон стой. Налево? Да, налево. Поздравляю, у вас хорошие глаза. Это Алгол. Алгол? Там и моя звезда, которую я открыл. А как ее зовут? Не знаю. Я еще не дал ей имени. Почему? Да все никак не найду подходящего названия. Оно должно быть созвучно Алголу. Ну, например, Вега. Вот это подошло бы. Алгол и Вега. Нужное имя с двумя гласными. А вы уверены, что она там? Безусловно. А почему ее не видно? Ну, она слишком далеко от нас. А давайте посмотрим на нее вон в ту большую трубу. В телескоп? Да. Мою звезду не увидишь ни в один телескоп. Когда я закрываю глаза, то я вижу ее орбиту. Слежу за ее путем, который она совершает тысячелетиями. Невидимая, незримая. Ее никогда нельзя увидеть? Никогда? Никогда. Жаль. Чтобы стать видимой, она должна отклониться от своего пути. И тогда она будет видна вон там. Над большой медведицей? Над большой медведицей. Рядом с Алголом. Этого не может случиться? Нет. Почему? Звезды никогда не отклоняются от своего пути. Подумать только. Я могла бы так никогда и не увидеть большую медведицу. Хотя тысячи людей живут, не видя ее. Им только кажется, что они живут. Наверное. Вы правы. Да нет. Бывают вечера, когда небо, мне кажется, пустыней. Звезды холодными, мрачными покойниками, трупами. В этом безжизненном, бессмысленном мироздании только мы одни мечемся в одиночестве на нашей маленькой, захудалой провинциальной планете. Как в глухом городишке, в захолустье, где нет воды, темно, и даже не останавливаются скорые поезда. Но бывают вечера, когда все небо полно жизни, когда, если хорошенько прислушаться, слышим, как на каждой планете шумят леса и океаны, фантастический океан. Бывают вечера, когда все небо полно таинственных знамений, словно это живые существа, рассеянные по разным планетам, которые смотрят друг на друга, угадывают, дают знаки, ищут друг друга. Когда я увидел вас сегодня там, на грязном закопченном вокзале, когда я увидел вас такой яркой, белой, мне показалось, что вы явились из другого мира. Может быть, так оно и есть? Нет, нет. Откуда вы знаете? Ни одна звезда не отклоняется от своего пути, ни одна не останавливается. Ни одна? Нет. Никогда. Никогда. Неправда. Неправда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой, какой ты милый, Марьян. Какой у тебя милый дом. Ну, вчера ты говорил, что он ужасен. Да? Ну, это было вчера. А какие у тебя глаза? Бесцветные. Ну, покажи. Почему? Боюсь. Почему? Боюсь, что тебя нет, что все это на ваш день. Но меня видела госпожа Испас. Это лучшее доказательство того, что я здесь. Ну, Марьян, ну не будь дурачком, ну, открой глаза. Ой, какой ты милый. Дай мне корзину. Корзинку зачем? Я пойду на базар купить баклажаны. Что, на базар в пижаме? А что, не идет она мне, да? Ну, в нашем городе как-то не принято ходить на базар в пижамах. Ага, тогда нужно взять у соседей. У госпожи Малтопол или у госпожи Ласку. Она какая-то госпожа Ласку толстая. Вот ты шутишь, а между прочим, надо найти выход из положения. Вот что, я сейчас побегу в гимназию, сегодня первое число. Я получу жалование. Да, сегодня первое число, сегодня дают жалование. А после этого зайду к господину Пасху, зайду в универсальный магазин. И что-нибудь подберем тебе из платьев, чтобы ты могла выйти из дома. Я не хочу выходить из дома. Я остаюсь здесь. До каких пор? На всю жизнь. Ну, хорошо. Ну, я пойду. Подожди. Да, что? У тебя не так завязан галстук. Мона. Ну, Марин, стой спокойно. Слушай, это не может быть правды. Возвращайся скорее. Да, непременно. Угу. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Господин Ачар, Вы абсолютно уверены, что там находится та дама, именно та дама, которая разыскивала? Ну, конечно, господин Грик. Она у господина Мироев. Она вчера ушла с вокзала вместе с ним. Они ушли вместе. Вместе? То есть он сказал, что будет ночевать у господина Удри. Хотя, ну, это та дама, именно та дама, о которой я Вам говорил, вне всякого сомнения. А потом приметы. Разве приметы не совпадают? И потом посмотрите, что она мне дала. Вот. Фишки для рулетки? Да. Она ими хотела расплатиться за проезд. Вы когда-нибудь видели такое? Неслыханно. Да, в самом деле. Разве не должен был сразу же немедленно составить протокол? Правильно. Вот найдем ее и составим протокол. Вот Вам деньги за билет и штраф достаточно? А протокол? Надо было вчера составлять. Ну, у нее уже не было документов. И потом она хотела покончить самоубийством. Что Вы говорите? Да, если Вы знали, как я с ней намучился. Как я Вас понимаю? Ну, правильно? Да-да, вот туда. Честь имею. Честь имею. Честь имею. Здравствуйте. 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 Извините, господин учитель, но я... Да, извините. Но я думала, я полагала... Что Вы полагали, барышня? Что здесь живет господин Мирою. Я, наверное, ошиблась. Нет, нет, Вы не ошиблись. Этого не может быть. Почему? Потому что... Потому что я Вас не знаю. Ну и что? А я Вас тоже не знаю. Но это не имеет никакого значения. Вы по делу? Да. То есть, нет. Я пришла просить его. Меня выгоняют из школы. Кто? Он? Нет. Мадемуазель Ку-Ку. Она не пустила меня в класс. И теперь я жду решения учительского совета. И я прибежала попросить господина Мирою. Но если его нету, его нет, тогда я пойду. Барышня? Да. Барышня, а Вы давно знаете учителя Мирою? Да. Он Ваш преподаватель? Конечно. Как Вам повезло. Почему? Ну что Вы? Что Вы иметь такого преподавателя? У Вас и сегодня его урок. Да, четвертый. Космография. Космография. А что Вам задано? Об этом забыла. Сейчас посмотрю. Об этом. О законах Кеплера. Кеплера? Да. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Да, спасибо. Орбита планеты имеет форму эллипса. Солнце. Солнце. Солнце находится в одном из его фокусов. Боже мой. Боже мой. Как красиво. Вы его находите? Удивительно. 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 Как Вам повезло. Вам и Вашим подругам, что Вы можете слушать его лекции о таких удивительных, о таких красивых вещах. Господи. Господи. Как Вам идет этот передний? Вы шутите, мадам. Ну, что Вы. Что Вы. Он Вам удивительно. Удивительно идет. Вот в таком переднике действительно можно быть счастливым. Вы смеетесь надо мной, мадам. У Вас такое платье. Я ведь никогда. Никогда не знала. Никогда не видела такого платья. Что Солнце. Даже в Бухарест. Вокруг Солнце. Вращаются планеты. На Пасху. Возьмите. Вы должна все рассмотреть, чтобы потом рассказать нашим девочкам. Простите. Макс. Откуда Вы? Что? Автомобиль на нашей улице. Там господин Испас, начальник станции. И с ним какой-то господин. Какой элегантный. Он. Кто он? Он. Господи Боже мой. Кто? Господи. Господи Боже мой. Господи Боже мой. Господи. Мадам, что с Вами? Нет. Нет. Не надо. Не надо. Я не хочу. Нет. Нет. Господи Боже мой. Господин Мирою. Господин Мирою. Господин Мирою. Здравствуйте. Господин Мирою дома? А? Я спрашиваю. Господин Мирою дома? Его нет. Он ушел. Вы здесь давно? Нет. Недавно. Вы не видели здесь даму, такую интересную даму в светлом платье? Да, то есть нет. Все-таки да или нет? Да, я ее видела. Где она? Она там. Что я вам говорил? Очень вам признательно, господин начальник. Вы порядочный человек, теперь оставьте меня. А протокол? Я же вам говорил, надо было вчера составлять. Жаль, очень жаль. 15 лет, как я хоть бы один протокол составил. Такого случая больше не предвидится. Доброе утро, Мон. Доброе утро, Грик. Хорошо спала? Спасибо, хорошо. А ты? Совсем не спал. Играл в рулетку до пяти утра. Мне везло. Потом пошел в отель, думал, ты там. А меня там не было. Ну, как видишь, я всегда тебя нахожу. Как знать, Грик. Может быть, на сей раз. Нет. Вначале я подумал, что ты переменила комнату. Но портье сказал, что даже не видел тебя. Да и свободных номеров в отеле не было. Тогда я подумал, что перебралась в отель напротив. И ошибся. Да, ошибся тебе и там, мне казалось. Но в холле я встретил человека, который видел, как ты направлялась к вокзалу. А на вокзале кельнер Жан из бара. Видел, как ты садилась в поезд. У тебя масса осведомителей. Я им хорошо плачу. Да, это я знаю. Позвонил домой в Бухарест. Нет тебя. Тогда я подумал, не опоздал ли поезд. Позвонил на вокзал. Нет, поезд пришел вовремя. Тогда я начал беспокоиться. Беспокоиться? Ты? Да, очень. Не узнаю у тебя, Грик. Нет, всего лишь пять минут. Потому что через пять минут я вспомнил, что у тебя нет денег. Стало бы, тебя высадили на одной из ближайших станций. Ты очень умен. Да, я очень умен. Я сел в машину, стал методически объезжать вокзалы. И вот я здесь. Симпатичный от начальных станций, правда? Угу. Мона, ну признайся, что наша вчерашняя ссора была глупостью. Большой глупостью. Ну признайся, что я ни в чем не виноват. Ни в чем. Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не торчала у меня за спиной, когда я играю. Не задавала вопросов, не просила денег, не дергала. Прости. Ну что ты от меня хочешь? Я игрок. В конце концов, у меня могут быть свои примеры? Вполне естественно. Потом я проигрывал. Чертовски не везло. А потом? Когда я ушла? Начал выигрывать. Сразу же? Не, чуть позже. Не помнишь, в котором часу? Кажется, в 12. А почему ты спрашиваешь? Так, так. Я подумала о приметах. Да. Начала выигрывать. Знаешь, просто повалила. Поэтому не вставала за стола до самого утра, до пяти часов. Вот видишь, Грик, я принесла тебе счастье. Да ты что, сердишься? Не капельки. Не капельки? Ты прелестная девушка. Ну а теперь поехали, поехали. Я не поеду, Грик. Что? Я остаюсь. Где? Здесь. Здесь? Да. Слушай, сейчас слишком поздно или слишком рано. Не до шуток. Поехали. Ну, мне спорт хочется. Поехали. Поехали. Ты поедешь один, Грик. То есть как это один? Так. Почему? Потому что я... Потому что... А? Не спрашивай меня, Грик. Лучше не спрашивай. Уезжай. Лучше будет. Уезжай. Послушай, Грик. Ты когда-нибудь видел большую медведицу? Какую медведицу? Большую. Ты что, с ума сошла? Это прекрасно. Это прекрасно. Это самая прекрасная вещь, которую ты мне сказал с тех пор, как я тебя знаю, Грик. Да. Ты сошла с ума. Я сумасшедшая. Мне тоже дано быть сумасшедшей. Ну, это я давно знаю. А я не знала. Я узнала это только здесь, сейчас. Грик, я сделала потрясающее открытие. Мы несчастливы. Что? Мы с тобой? Да, мы. Весь наш мир. Мы ведем глупую, никчемную жизнь. Ну, удобную. Но ты свидетель, Грик. Такая жизнь мне никогда не нравилась. Может быть. Но это твоя жизнь. Но мне она никогда не нравилась. Я всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Что, большой медведицы, наверное? Большой медведицы. Мона. Ты бредишь? Нет, мой милый. Если бы ты знал, как я все ясно вижу теперь. Сегодня здесь так много солнца. Она осветила мне все. Вот этот дом. Вот эти цветы. Эти цветы? Они что, тебе нравятся? Да. Они восхитительные. Мона, тебе нужно выспаться. Просто необходимо выспаться. С тобой что-то стряслось этой ночью, а? Может быть. Ты что, не видишь этот салат в горшке? Морковь, петрушка, пастеррак? Замолчи, Грик. Вот как. Каждую неделю я плачу за цветы десятки тысяч лей. Пармские фиалки, привезенные в декабре самолетом, для тебя недостаточно свежи. Белые лилии в январе для тебя недостаточно бела. И все это для того, чтобы однажды увидеть тебя в убогом провинциальном городке, Умиляющийся и падающий от восторга в обморок с морковкой в руках. Помолчи, Грик. А почему я должен молчать? Потому что не хочешь слушать. Ты боишься? Потому что это бесполезно. Мона, ты трусишь. Ты боишься раскрыть глаза. Но тебе придется. Ты посмотри, в какой свинарник ты попала. Ты что, спала на этом дырявом тюфике? Перестань, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Сидела за этим хромононим столом? Он не хромононим. Ну, скоро будет? А это что? Что это такое? Это что, ванная? Какое оборудование? Последнее слово техники. Просто замечательно. Бесподобно. Фантастика. Ты что, вот здесь принимала ванну? Нет. Я умывалась утром у колодца. Что? Да. Я умывалась у колодца, Грик. Там во дворе есть колодец. Чистый колодец. Это было прекрасно. Мона, ты что, действительно умывалась у колодца? Да, да, да. Ты? Да, я, я, я. Ты, которая принимаешь в Бахаресте две ванны ежедневно с лавандой 36,6 градусов, ни одной десятой больше, ни одной десятой меньше. Ты умывалась у колодца? Ты умывалась у кол... Тогда это действительно серьезно. Да. Это очень серьезно, мой милый. Вот это новость. Здравствуйте, господин Паску. Здравствуйте, мадам Жоржеску. Здравствуйте, господин учитель. Я счастлив видеть вас у себя в магазине. Чем могу быть полезен? Видите ли, я... Мне нужно женское платье. Вам? Ну, нет, разумеется, не мне. Я имел в виду, мне нужно женское платье, простое и скромное, но вместе с тем хорошее. У вас найдется такое? Разумеется, как я сам не догадался. Разумеется, у меня найдется недорогое и в высшей степени элегантное платье. Вот. Вот то, что вам нужно. Прошу. А оно в самом деле хорошее? Оно великолепное. Это лучшее, что есть у меня в магазине. Да? Ну, тогда заверну. С удовольствием. Я поздравляю вас, господин Мироев. С чем? Ну, как же, об этом уже говорит весь город. Прошу вас. Прошу. Благодарю вас. И если вам понадобятся духи косметика или что-либо в этом духе, приходите. У меня богатейший выбор, я только что привез из Бухареста. И если вашей гости почему-либо не понравится платье, приносите обратно, я с удовольствием обменяю. Благодарю вас. Всего доброго. Желаю счастья. Ну-кому. Вдопаде. Уваживаю счастье. На ней. Не для� falавки косметики. Материю, на ней. С نے тут. Удива и косметики. Оно. С atenção. Ладно. Благодарю вас. На ней. Здравствуйте, Мона. Здравствуйте, вы ко мне? Одну минуту. Я принес платье и баклажаны, как ты просила. Баклажаны? Простите, а с кем имею честь? Это ваша машина стоит там, на улице? Я, к сожалению, не знаю, кто вы. Это мой брат. Что? Я счастлив, я польщен. Разрешите представиться Мирою. Марин Мирою. Очень приятно. Тем более приятно, что мне нужно задать вам несколько вопросов. Грик! Брат я тебе или не брат? Если я брату, я имею право задавать вопросы. Молодой человек, извольте объяснить, что здесь произошло этой ночью? Грик! Что же? Ведь что-то здесь, безусловно, произошло. Видите ли. Это девушка. Вчера вечером сбежала. Вот я нахожу ее здесь. В вашем доме. В неменемом состоянии. В бреду. Что вы с ней сделали? Напоили? Ну, как вы могли подумать? Смешон, Грик. Вы ее напоили. Чем? Для чего? Сударь. Я понимаю ваше возмущение и нетерпение. Это ваш долг, как брата. Фантастика. Но я уверяю вас, что я и Мона, мы... Мона? Вы что, называете ее по имени? Ну, да, после того, что произошло, мы... А что же здесь, черт вас возьми, произошло? Отвечайте мне. Объясните. Наконец, что здесь произошло? Ну, говорите. Сударь, я имею честь, вот именно я имею честь просить руки вашей сестры. Господи, Боже мой. А, это другое дело. Послушай, Мон, этот человек благородный. Почему-то мне сразу не сказала. Уважаемый господин Миро, прошу прощения. Я боялся, что моя бедная сестра попала в руки какого-нибудь фульгарного дон Жуана, какого-нибудь опасного обольстителя. По счастью, это не так. Вы честный человек. А ты болван. Прошу не оскорблять меня в такую торжественную минуту. Молодой человек, ваша просьба застает меня врасплох. Так и меня тоже. Я не могу дать вам ответ немедленно. А, понимаю. Прежде чем дать вам свое согласие, если не ошибаюсь, вы именно этот меня хотите? Ну да, конечно. Моего согласия? Да, конечно. Фантастика. Прежде чем дать вам свое согласие и благословение, я хочу знать, в чьих руках я ее оставляю, в каком доме. Да, дом, конечно. Нет, ничего не скажешь. Дом красивый, с садом, с колодцем. Все, что нужно. Ты смешон. Ну, это не совсем так. Я даю себе отчет в том, что Мона пришла сюда из другого мира. Я это и вчера сказал. Она совсем из другого мира. И я не хочу, чтобы вы думали, что благодаря удивительной случайности, которой она попала сюда, я не понимаю, какая пропасть разделяет нас. Но у меня есть положение, у меня стаж. Я утвержден министерством. Он утвержден министерством. С категории. Великолепно. Жалование небольшое, но верное. 11 273 лей. Простите, без удержания? Без. Великолепно. 11 273 лей. Мона экономная. Она хозяйственная девушка. Ты отвратителен. Я только что получил жалование. Сегодня ведь первое. Да, Мона. Я был в универсальном магазине у господина Паску. Вот, вот, вот платье. Он выбрал самое лучшее, что у него было. Что же это такое? Вы понимаете, она не может выйти в город в своем туалете. Оно тебе не нравится, Мона? Если нет, ты скажи, господин Паску возьмет его обратно. Вы знаете, по-моему, оно ей не нравится. Нравится. Не слушайте ее, господина Миро. Я лучше знаю ее вкус. Все-таки, как-никак, брат. Она деликатничает. Ей не нравится это платье. Просто она боится вас огорчить. Если вам нетрудно, сходите к господину Паску. Обменяйте его на что-нибудь менее экстравагантное. Ей нужно что-нибудь попроще. А, да. Да, я мигом. Мона, там баклажаны. Она, бедняжка, ничего не ела со вчерашнего дня. Не беспокойтесь, господин Миро. Вы уже сделали все, что можно. Баклажаны, это ее любимое блюдо. Не скучай. Вон. Какой же ты негодяй. Значит, ты мне изменила. Изменила вот с этим. Не змей так говорить о нем. Ты его не знаешь. Да я его видел. Видел, но не знаешь. Послушай, он смешон. Знаешь, что, Грик, мне тебя жаль. Несмотря на твою самоуверенную улыбку, красивый галстук, элегантный костюм. Ты не смешон, Грик. Мне тебя жаль. Ты никогда не будешь смешон. Надеюсь. Надеюсь. Но ты не узнаешь его тайны. А что у него есть тайна? Да. Ага. Да. Ты не разглядел его, Грик. Теперь день. Это не его пора. А вот когда стемнеет, когда стемнеет, то там наверху происходят удивительные чудеса. Слушай, Монна. Ты что, хочешь остаться с ним? Да. Ты хорошенько подумала? Нет, я совсем не думала, но я хочу остаться. Ах, ты не думала? Да. Кажется, я понимаю тебя. Кажется, я понимаю тебя. Тебе наскучила твоя жизнь. Ты хочешь ее изменить. Что делать? Все мы скучаем. Всем нам надоедает такая жизнь. Все мы хотим ее изменить. Хотя бы один разок на пять минут. Но эти пять минут пройдут. Пока все это очень забавно. Это вроде экскурсии. Знаешь, цветы, колодец, лейка. Но теперь поехали домой. Поехали домой. Нет. Нет. Значит, мне возвращаться одному. Значит, ты меня бросила. Ты меня бросила ради жалкого субъекта, у которого есть какая-то тайна, у которой по ночам происходят чудеса. Мона! Я жил с тобой три года. Я истратил на тебя целое состояние. Ты не очень деликатен. Я совсем не деликатен. Мне ни к чему быть деликатным. Не кричи, тебя услышат соседи. Какие черту соседи? Тебя услышат, господина героев с нотариальной конторы. Мона. Мона. Что с тобой? Ты провинциалка? У тебя провинциальные замашки? Когда ты успела измениться, Мона? Ты боишься соседей? Беспокоишься о том, что скажут в городе? Слушай, ты жена господина Мироев. Оставь меня! Оставь! Как ты мне надоел! Я тебя ненавижу! Мона. Мона, подумай, из чего ты создана? Из чего и я тебя создал? Немножко духов, уйма лени, чуточку фантазии ты думаешь сохраниться в такой обстановке? Во что же ты превратишься через год? А через пять лет? Я содрогаюсь, Мона. Знаешь, какой ты будешь? Ты будешь знаешь какой. Вот как... О! Смотри! Прошу вас, мадам, не двигайтесь. Я не мадам, мадемуазель. Мадам, мадемуазель, какая разница? Вы не человек, вы аргумент, который появился как раз вовремя. Вот смотри, Мона. Вот такой ты будешь. Сударь! Не обращайте внимания, мадемуазель Ку-ку. У этого человека приступ оздроумия. Он нервен. Фамилия Ку-ку? Вы откуда знаете? Значит, Ку-ку, а имя? Оставьте меня в покое. Филафте. Прекратите. Я в лампе. У него что, не все дома? Я знаю, вас зовут Эсмеральда. Мадемуазель Эсмеральда. Мое имя не Эсмеральда. Жаль, ошибся. И все-таки мадемуазель Эсмеральда. Я вам сказала, меня зовут не Эсмеральда. А как вас зовут? Мадемуазель Ку-ку. Мадемуазель Ку-ку? Ку-ку. И больше ничего. Вот видишь, Мона. У нее даже нет имени. Она его потеряла. А ведь у нее тоже было имя. И она тоже была молодой. То есть, как это была? То есть, может быть, она и сейчас молода. Просто глядя на нее этого не скажешь. Сударь, я запрещаю вам. Я знаю, Грик. Неужели ты думаешь, что ты осталась здесь и вела такую жизнь, как мадемуазель Ку-ку? Ты не стала бы точно такой, как она? Не вмешивайтесь в мою личную жизнь, сударь. И покончим на этом. Мадемуазель Эсмиральда. Мои имени Эсмиральда. Знаю, но позвольте мне называть вас этим именем. Я приветствую вас то, чем вы могли бы быть. Я приветствую вас красоту и грацию, которая утеряна навсегда, потому что вы живете здесь. Эй, там! Вылезайте из машины! Мадемуазель Эсмиральда, я вынужден вас покинуть, иначе эти бандиты разнесут мой автомобиль. Ну, давай же ты отсюда! Ну, идите, ребята, на самом деле. Ну, вылезай же ты! Мадемуазель, это правда, что он говорит? Мадемуазель Эсмиральда. Что, если бы я осталась здесь? Вы? Вы хотите остаться здесь? Мадам или мадемуазель? А, называйте меня как хотите, я и то, и другое. Дорогая моя, уезжайте отсюда. Уезжать? Почему? Здесь такая тоска. Тоска? Здесь так много солнца. Сегодня. А когда идет дождь? Здесь бывают дожди. Еще бы. Очень часто. А зимой? Порой кажется, что ни одна зима, а целых двадцать. А он? Кто он? Марин. Он счастлив со своими книгами. Ни на кого не обращает внимания. Ничего не видит. Ну что, Мона, по-прежнему хочешь остаться? Не знаю. У меня не хватает смелости. Если бы ты захотел мне помочь, зачем ты приехал, Грик? Если бы ты дал мне закрыть глаза, а потом, когда бы я их открыла, тебя бы уже не было. Ты бы исчез. Такие люди, как я, не исчезают, Мона. Это не мой стиль. Жаль. Это было бы лучше для нас обоих. Потому что я уже не та, Мона, которую ты знаешь. И приехала разыскивать. Что-то со мной случилось. Ничего, выспишься, 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 все пройдет, все пройдет. А если не пройдет? Разве мы любим друг друга, Грик? Разве мы счастливы? Мон, ты употребляешь слова, которых нет в моем лексиконе. Любовь, счастье. Люблю ли я тебя, а любишь ли ты меня? Не знаю. Но когда мы входим в вестибюль от Энепалас, я рад, что держу под руку именно тебя. И все оборачиваются, и смотрят нам вслед. Что ж, этого достаточно. Ты думаешь? Да, о счастье. Блажен, кто живет здесь. Счастливы вот эти мальчишки. Им принадлежит царствие небесное. Ну, поехали, 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 Мона. Еще один вопрос, Грик. Ты не ревнуешь меня? Ревновать? А с какой стати? Ну, в конце концов, этой ночью я... Мона, Мона, знаешь, не обижайся, но, честное слово, никакой ревности. Нет, сейчас уже не ревную. У меня такое чувство, что все, что с тобой произошло, произошло не здесь, а где-то, где-то далеко. Может быть, на Луне. На Большую Медведицу, Грик. Пусть так. На Большой Медведице. Так не может же нормальный человек ревновать свою возлюбленную, изменившую ему... Где ты на Большой Медведице? Ты философ, Грик. Ну, поедем, поедем. Пока еще цел наш автомобиль. Это еще что такое? Здравствуйте. Доброе утро. Мои поздравления. Мои поздравления. Весь город только об этом и говорит. Мадам, это правда. Я встретил Марина, он мне сказал, что вы приняли его предложение и что ваш брат тоже не возражает. Мадам, это правда. Я так рад за Марина. Сударь, я так рад за вашу сестру. Кто это? Это господин Удря, учитель музыки. Он композитор, он написал симфонию. Да, в четырех частях. Аллегро, он дантескерц и... У него не хватает одного инструмента, английского рожка. О, мадам. Господин Удря, дайте ему ваш подписной лист. Что вы, мадам. Мне, право, неловко. Заплати. Мона, я был у господина Паско. Он... Очень хорошо, маэстро. Пойдемте все обсудим. Я думаю, мне удастся кое-что для вас сделать. Пойдемте, пойдемте. Вы знаете, дело в том, что вначале оркестровка совершенно обычна. Но потом, когда начинается с керца, вступают духовые. Маринь, ты очень мил. Заботлив, Марин. Спасибо тебе. Но... Дело в том, что я... Не могу остаться. Я... Должна уехать. Ты уезжаешь в Мона. Да, я должна. Мона. Но я вернусь. Когда? Скоро. Завтра? Не знаю. Послезавтра? Не думаю. Воскресенье? Да. Воскресенье. Однажды в воскресенье я... Ждать тебя? Конечно. На вокзале? Нет. На вокзале не надо. Я приду сюда. Жди меня здесь. Когда? Каждый вечер. Понимаю. Что ты понимаешь? Вот уже 12 часов. Как длится этот фантастический сон. Самый из фантастических снов. Сколько раз я говорил себе, если бы это была правда, если бы это могло быть правдой. Ты знаешь, Мона, 15 минут тому назад, когда я бежал по улице, я вдруг остановился и приложил руку себе ко лбу. Если бы только это могло быть правдой. Боже, я... я начинаю просыпаться. Все было неправдой. Ты уезжаешь. Я тебя больше, кажется, никогда не увижу. Ты уезжаешь. Марин, там на небе, возле Алгола. Есть звезда, которая с этой ночи будет носить мое имя. Ты ее никогда не видел, но ты ведь знаешь, что она там. Так и я буду с тобой здесь всегда. так и я. Так и я, так и я, Марин, неслыханное дело, неслыханное. Он подписался на всю сумму, он платит сполна. Послушай, Марин, мне очень тяжело тебе это сказать, но, наверное, это необходимо. Дело в том, что она уезжает и больше не вернется. Знаю. Ну, откуда? Откуда ты это знаешь? Ни одна звезда Аудри не отклоняется от своего пути. А ты? Как же ты? Солнечная система. Солнечная система, она не единственная во Вселенной. Есть и другие звезды, окруженные планетами. Они находятся очень далеко от нас. Свет от них идет сотни тысяч лет. Но кто знает, может быть, где-нибудь там приключение, которое у нас называется жизнью, повторяется по тем же небом, но с другой судьбой. Может быть, все, что здесь тяжело, там легко. Все, что здесь мрачно, там светло и радостно. Все, что мы пытаемся сделать, все, что мы не сделали, наши утраченные люди, наши несостоявшиеся мечты, все, что мы любили и не смогли долюбить. Словом, все, все, там легко и радостно. Так же радостно, как это могло быть и здесь. Если бы люди понимали это. Если бы они любили друг друга. Если бы они все работали вместе. Ученицам младших и особенно старших классов Категорически запрещается появляться на вокзале Категорически запрещается появляться на вокзале Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok